Департамент городского хозяйства заявил о полной готовности к борьбе со стихией. Если в Одессе пройдет снегопад, коммунальщики спасут город от заносов. Как это было в январе, мы уже видели. Теперь те же обещания. Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Козловский постарался представить свою работу как можно лучше. По принципу, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Песчано-соляная смесь, она была положена на твердое покрытие. И, соответственно, после выпадения осадков в виде снега при температуре до минус 6, эта смесь будет работать, то есть снег будет таять. Если количество снега будет достаточно велико, и тротуары покроются достаточным, скажем так, слоем этого снега, он, конечно, будет в виде каши снежной, потому что реагент будет все-таки работать. Просто будут дворники работать уже лопатами. Сейчас на исходе зимы погода только попугала одесситов небольшим снежком. Но сразу же по окончании пресс-конференции на двух кварталах, прилегающих к департаменту городского хозяйства, мы увидели дворников. Обычно после обеда их нужно искать днем с огнем. А тут как будто специально для телевидения им дали команду выйти на работу. Для сравнения вспомним, что творилось в Одессе зимой. Недели три после Нового года было ни пройти, ни проехать. На дорогах машины трамбовали снег колесами, а пешеходы мешали его, как тесто ногами. Хотя осенью городские власти клятвенно заверили горожан, все будет в порядке, техника, песок и соль готовы. Одесситы по справедливости оценили труды департамента городского хозяйства. Оцените, пожалуйста, качество уборки дорог. Ужас. И все, да. Ну а что, что другого можно сказать, если не проехать, не пройти, гололед. Преображенская. Центр города. Центрея не бывает, а они не убраны. Я уже не говорю, там, наверное, на... Вчера я был на Черемышках, сегодня я был на Черемышках точно так же. В каком состоянии дороги пошли? Ну, в шикарном состоянии. Ничего не видно. Я утром выехал и видел одну машину на весь город. Все. Слов нету просто. Иду, как это самый... Эквилибрист, это самое. Сумка, видите, через плечо, чтобы руки... И руками фалансирую. Все. Очень хорошее. Ни одного транспорта, никого, ничего нет. И тротуары. И тротуары. Вот вы видите, сами, как мы ходим. Ну, что сделаешь? Как платят, так и работают. Плохо очищают тротуары. Ну, видите, сами, какое оно на самом деле. Желать бы лучшего, конечно. Никак. Никак нельзя пройти. Нельзя пройти по улице. Водители и пешеходы единодушны. После сильных снегопадов город не убирается. И грош цена обещаниям чиновников. Если теперь снегопад повторится, мы снова будем тонуть в сугробах. И сам господин Козловский наверняка это понимает. А все равно продолжает обещать. Так уж устроен чиновник. Говорить, не мешки носить. В данном случае, не снег убирать. Александр Виноградов, Руслан Акаев, телекомпания КРУГ.